Мы знали, что такое онеморическое число, поняли даже, что такое расширение некоторого поля при помощи многочленов неприводимого. И сейчас пора переходить к замечательному злому изомархизму и, соответственно, что такое группа симметрий некоторого поля. И, соответственно, надо узнать, что такое автографизм. Ну, а на самом деле заодно и гомомархизм. Дело в том, что это все частные случаи слова гомомархизма. Потому что пока мы не знаем, кто вообще говорит о группе глава алгебраического расширения нельзя, потому что эта самая группа ГЛО это и есть группа автоморфизмов некоторого поля. Давайте я пытаюсь это все объяснить на совсем простом примере. Сначала не алгебраическом. Господа, представьте себе, что у нас имеется правильный треугольник. И мы интересуемся, какими способами можно совместить плоскость, если при этом точка А может перейти в одну из этих трех точек, точка В тоже и С тоже. То есть треугольник должен совместиться сам с собой, а вся плоскость, соответственно, как... Понятно, что таких способов шесть. А именно, вы точку А можете отправить в любую из этих трех решений промостороннего треугольника. И после того, как вы знаете, что, например, точка А перешла в точку С, у вас дальше два способа положить треугольник с сохранением ориентации или перевернуть. Так что всего шесть способов. Вот говорят, что группа симметрик правильного треугольника состоит из шести элементов. Между прочим, давайте-ка эти шесть элементов выпишем. Это, конечно, очень просто, но тем не менее, это нужно все понимать. Во-первых, есть элемент, который вообще в любой группе автоморфизмов есть всегда. Это отображение, которое все оставляет в точность на месте. В первые две буквы это identity, точность, id. Это поворот на номер градусов, если угодно. Или перенос на нулевой вектор. Все остается на месте. Хорошо. Еще поворот на 120 градусов вокруг центра нашего треугольника. Замечательно. Что это за преобразование? Точка А при этом переходит в точку Б. Точка Б переходит в точку С, а точка С переходит в точку А. Замечательно. Разумеется, можно было поворачивать и на 120, можно было поворачивать по часовой стрелке на 120 или, соответственно, против часовой стрелки на 240. Тогда точка А перейдет в точку С, а точка Б при повороте по часовой стрелке перейдет в какую точку? В А, а С куда перейдет по часовой стрелке? В Б. В Б. Отлично. Вот, господа. На этом закончилась история с поворотами. Понятно, что треугольник... А О, О, надо писать поворот. Конечно. Конечно. Центр поворота, да. Конечно, я забыл написать центр поворота. Что есть еще кроме этого? Перемещение, меняющее ориентацию. А именно, симметрия относительно прямой АХ. Давайте вот здесь поставлю середину Х. Тогда вот здесь такая ось. Соответственно, есть ось БУ и есть ось ЦЗ. Очень хорошо. Симметрия относительно БУ и симметрия относительно ЦЗ. Давайте поймем, как это устроено. А вместо Х и КЗ можно использовать точку О? Можно. Да, действительно. Что делать? Конечно, можно было взять и написать здесь точку О. Итак, здесь точки А, Б, Ц перейдут вот во что. А останется на месте, а Б и Ц поменяются. Здесь у нас Б останется на месте, а Ц и А поменяются. Ну и здесь соответственно. Ц останется на месте, а поменяются именно А или Б. Ну, легко понять, что все шесть возможных вариантов выписаны. Вот она. Группа самосовмещений правильного треугольника. Разумеется, вы можете взять эту группу интереснее. Например, есть группа самосовмещений правильного тетрада. Это когда вы берете в пространстве четыре точки на равных расстояниях и смотрите. Легко понять, что там будет двадцать четыре элемента. И, между прочим, устроено это будет, по большому счету, точно так, что перестановки на четырех элементах. Не обязательно было брать правильный треугольник. Если бы вы, например, взяли равноветренный треугольник, то у него сколько было бы самосовмещений? Сколькими способами неправильный равноветренный треугольник можно совместить сам с собой? Двумя, конечно. А именно, все оставить на месте и вертикальная прямая. Согласны? Отлично. А если бы вы взяли равноветренные прямоугольные треугольники, добавились бы новые перемещения? Нет. Потому что от угла, на самом деле, ничего не есть. То есть, когда 60 градусов, это особый случай. Но вот у этого треугольника то же самое. Те же самые либо все оставить на месте, либо симметрично оправить. Отлично. А если бы вы взяли прямоугольник, не квадрат, а прямоугольник, сколько у него самосовмещений? 4. И какие? Ну, их 4. Смотрите. Во-первых, ось симметрии такая есть. Ось симметрии такая есть. Это уже 2. Ит всегда есть. Все на месте оставить, да? И поворотом 180 градусов. Сколько всего получается? 4. Отлично. А если взять квадрат? Сколько будет тогда? 5. 8. 8, конечно. Ребята, любую вершину квадрата можно перевести в любую из 4. И, соответственно, после этого переворачивать, кто не переворачивает. Здесь будет 8. 4. 6. 6. На самом деле имело бы смысл обсудить группу совмещений. Куба, октайдр, она, кстати, такая же, как и куба. Потому что октайдр и куб, как известно, хорошо связаны, за 100. в центре гранина куба, получаешь вершину октайдра, берешь в центре гранина октайдра, получаешь вершину октайдра. Можно взять группу симметрии Дадекайдра. Это будет еще интереснее, да? Но прежде чем заниматься такими интересными, более сложными группами, а как ни странно, группа симметрии Дадекайдра может оказаться полезной нам, для решения органов именно. Но прежде чем заниматься этим более сложными вещами, давайте обсудим вот такую вещь. В случае нашего правильного треугольника, посмотрите, пожалуйста, на верхние три элемента. Поворот на 0 градусов, на 120 и на 240. Господа, а вы понимаете, что если поворачивать на 120 градусов в два раза, получается поворот на 240. А на три раза получается вот этот. То есть, если я использую только повороты, то я никогда не получу вот эти вот осевые снижения. Это подгруппа. То есть, часть группы, которая сама по себе тоже является группой. Понятненько? Вот. Замечательно. Теперь давайте еще обсудим такую вещь. А что же такое вообще гомоморфизм? Для начала, что такое группа? Я потому что так говорил неформально. Группа, без самосовмещений. А что такое группа? Господа, ответ простой. Когда у вас есть две операции, умножение и сложение, то обычно говорят о кольце. Ну, если вы думаете, это нефт, естественно, все. Это кольцо. Когда еще добавляется деление, это уже будет называться полис. Если можно делить на любой ненулевой элемент. А вот если у вас только одна операция, то это называется группа. В случае, если выполняются некоторые естественные аксиомы. Давайте разберемся, что это за аксиомы. Во-первых, в любой группе есть единица. Единица – это такой замечательный элемент, что когда вы любой элемент на него уложите, то от этого ничего не изменится. Да, тут я сразу скажу. Есть любители писать как можно меньше аксиомы. И соответственно они мне скажут, что среди того списка аксиом, который я сейчас вам буду писать, можно чуть-чуть потребовать меньше, чем я потребую. Но потом все равно докажем, что, ребята, это не очень пустая деятельность. Кому интересно, в книжках, скажем, в андроварной алгебре, там минимальный список этих аксиом написан. Но это так же, как я видел, да, при начальном изучении, а вот можно там такое аксиомы добавить, такое не добавить. Дело в том, что понятие группы оказалось чрезвычайно важным для математики. Действительно важным. То есть, в принципе, можно придумывать разные алгебраические системы и изучать их. Ну, например, есть такая булева алгебра, да? Есть. И можно за нему там изучать, и даже вполне себе это, ну, на каком-то этапе вы будете узнать, что это такое и так далее. Но это в тысячу раз менее важно и интересно, чем удивительно естественный список. Все он крут. Итак, единица — это вот что такое. Для любого элемента в книжке группы выполнена вот эта вот равенция. А умножить на Е — это то же самое, что А, и то же самое, что Е. Для любого элемента. Единица одна и та же. Кстати, понятно, почему единиц не бывает две? Давайте поймем. Представьте себе, что будет не одна единица, а две. Тогда чего будет равно произведение Е1 на Е2? Е1 на Е2. Из-за того, что Е1 — единица, произведение будет равно Е2. Из-за того, что Е2 — единица, произведение будет равно Е1. Значит, единица в группе что? Одна. Отлично. Следующая акцема. Сергей, а почему вы написали Е? Вместо чего? Вместо единицы. Ну, вместо единицы. Латинского алфавита. Нет, Коля, никаких чувств к этой буквы у меня нет. Почему нет? Русское слово «единица» начинается на букву Е. Давай так, дискуссию о буквах… А почему не единиц? Коля, повтори, дискуссию о буквах мы сейчас не будем проводить, потому что… Кстати, тут, разумеется, как всегда в математике есть несколько разных школ. Например, есть школа, которая любит в качестве операции писать кружочек. Есть школа, которая любит в качестве операции писать тучку. Есть школа, которая любит в качестве операции писать плюсик. Ну, ребята, если вы хотите потратить много времени и ничему не научиться, то вы будете учить тонкую разницу между кружочком и плюсиком. Если же у вас интересны результаты, то, все-таки, мы не будем, значит, на это пройти. Итак, более важная, действительно важная вещь. Это какому закону должно удовлетворять правило умножения? Ассоциативность. Обязательно в группе операция должна быть ассоциативной. Ассоциативность – это вот что такое. Для любых трех элементов, когда вы умножаете а на b и умножаете на c, это то же самое, что а умножаете на b. Замечательно. И возможность деления. Или, другими словами, существование обратного. Существование обратного элемента. Для любых элементов а существует такой элемент b, что а умножить на b – это единица. Замечательно. А вот теперь, внимание, я умножу сюда b умножить на а. И давайте подумаем. Я мог не писать, что b умножить на а – это будет то же самое. Или же я не мог? Вот представьте себе, если бы я вот это вот забыл бы и не написал. В таком случае, что у нас было? Как вы считаете? Да нет. Все было бы хорошо. Все было бы хорошо? Да. В смысле, можно ли вывести то, что b умножить на а равняется единице, зная, что у нас существует обратный, но вот такой обратный. То есть вот представьте себе, пусть мы знаем, что элемент b обладает тем свойством, что а умножить на b равно е. Вот тут есть такое свойство. И нас интересует, чему будет равняться b умножить на а? Давайте подумаем. Вот возьмем элемент b умножить на а. Возьмем элемент b умножить на а. И, ну не знаю, обозначим углу х, да? И дальше подумаем, ну, например, что такое а умножить на b а. А это то же самое, что а b умножить на а. Это из чего? Из ассоциативности. Но а b это единица. Так. А е а это что? А е. Это а. Это а. Так. Отлично. Значит, мы узнали, что а умножить на b а это а. Теперь вопрос. Можно ли каким-то способом издать а умножить на х это а? Можем ли мы каким-то способом теперь попытаться доказать, что в таком случае, в таком случае обязательно элемент x это будет единица? Будет единица. Что? Единица же одна. Единица-то одна. Ну, если на е умножить. На е умножить с какой стороны? С правой. Если вместо x написать е, то будет все хорошо. Что-что? Если вместо x написать е, то будет все хорошо. Если вместо x написать е, то будет все хорошо. Я понимаю, почему в таком случае x равно е. А мы можем все сократить на а? Как? В правой части после а написать е. Что такое сократить на а? Сократить на а это значит умножить на такой элемент. Если справа умножаете, то вам нужен такой элемент с, что с а равняется е. А почему он такой есть? Еще раз. Я представил себе, что я забыл вот эту часть, а оставил вам только эту. Вот для любого элемента справа можно умножить и получить единичный. А вот с другой стороны. Можно умножить на обратный элемент а? Умножить на обратный элемент. На какой обратный? У нас есть обратный, вот с этой стороны. С этой стороны мы пишем. Там, где есть x, а с другой стороны там, где нет x. Не понимаю? Да. То, что права умножить на е равняется а на е на 3, так что с 70. Там может где-то справа на е. А справа на 2 е. Нет, а на е сколько будем умножать? На самом деле ничего от этого. Ребята, то есть вопрос. Как сократить? У нас обратный элемент и с другой стороны а. Обратный элемент с этой стороны. А как объяснить, что он на самом деле является обратным и с другой стороны тоже? Смотрите, простая вещь. Я забыл маленький кусочек, маленький кусочек из определения группы. И вдруг сразу у вас возникла проблема. Есть единица? Есть единица, мы это написали. Единица есть. Только вопрос, а почему b умножить на а, это тоже будет единица? Вот мы обозначили b умножить на а буквы x. Мы умножили слева на а. Но существует же две образные операции, которые делают одно и то же. Ну, то есть вы хотите сослаться на однозначность деления. Ну, если у вас будет целиком вот эта строчка, то тогда все замечательно. Вы сможете это домножить на обратную сторону. Потому что если x это не е, тогда у нас есть две образные операции. Потому что вы умножили это и получили это, а умножили это и получили это. А почему нет? У нас когда е и операция е, у нас... А с е это то же самое, а с x. Да, почему нет? x это одно и то же. Да, почему нет? Тогда е... А вот я здесь точка. В верхней строчке написано, что а умножить на е это а, это то же самое, что е. Но не написано, что когда вы умножаете а на x равно а на y, то x равно y обязательно равно. Если мы знаем целиком вот эту строчку, то все замечательно. Тогда мы действительно сможем домножить на обратное и все получится. Вопрос, что делать сейчас, если мы забыли вот этот кусок? Ну конечно самый простой ответ, допишите его и все, да? Забыли, так верните. Вот, а вот если все-таки не возвращать. Итак, мы умножили b, a, это x, значит, на a, и как вы видите, получили, что a умножить на x равно a. Вот. Пока, к сожалению, диктаты не видно. Равно, а умножить на е. Что? Равно, а умножить на е. Да, равно, а умножить на е, конечно. Равно, а умножить на е. Это я понимаю. И что дальше? Заметьте. Для элемента, вообще для любого элемента группы, у нас пока что есть правый обратный. Да. Да. Стоишь, вместо a умножить на е, подстоишь, а умножить на b и а также c. Не понимаю. То есть, подстоишь вместо b, а умножить на b. То есть, a умножить на b, а умножить на b, умножить на b. Так. Ну что тут? Получается, что, по нашему с вами мнению, обязательно нужно требовать и a умножить на b равно е, и b умножить на a равно е. В ассоциативности написано, что a умножить на b в скобках, а умножить на c. Это а умножить на c в скобках? Нет. Переставлять буквы нельзя. Переставлять буквы, то есть, вот здесь вот обязательно не b, а c нельзя. Потому что умножение не обязательно коммутативное. И это вы, между прочим, можете на примере правильного треугольника увидеть. Одно дело – повернуть и перевернуть, а другое дело – перевернуть и повернуть. Результаты будут разные. Не понимаешь? Давай возьмем совсем простую вещь. Представь себе, у нас есть правильный треугольник, и мы сначала делаем симметрию относительно вот этой прямой. После этого делаем симметрию относительно этой прямой. Следи за точкой. Вот была точка, она сначала перешла сюда, потом осталась на месте. Понятно? Нет коммутативности. Когда у нас есть правильный треугольник, то его повороты между собой коммутируют. А его отражение между собой уже не крутируют. b, c не обязательно то же самое, что c, b. Так, ну давайте я вам еще все-таки дам мысль к секунду на то, чтобы подумать. Как вы считаете, если написать кусок определения, кроме последних вот этих, кроме того, что равно b умножить на a, можно ли будет как-то из этого определения все-таки это, что называется, будет сработать? Если b для а, то а браку b. Почему? На самом деле это хорошая идея. Действительно, в качестве любого элемента вполне можно взять сам элемент b. Давайте попытаемся. Вы на самом деле хорошую идею бы сказали. Есть такой элемент, что при умножении b на него получится единица. Называется элемент, обратный к элементу b. Да. Просто мы в качестве вот сюда, в качестве a подставим b. Отлично. А с b, c. Это что такое? А. Это удивительно интересная штука. Это а и с. Это, во-первых, а с b, c. А во-вторых, это а с b, c. Когда вы берете b, c, здесь е. И поэтому будет а. Когда вы берете а с b, здесь что стоит? Е. А значит это будет что? С. 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 С.